Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам раскрою секрет, который, в принципе, уже не раз раскрывал в своих статьях и видеоуроках. Но, к сожалению, мало кто обращает на это внимание. Итак, как усилить отдачу от любого упражнения? От абсолютно любого упражнения. И что большинство из нас делает неправильно на тренировке? Выполняя то или иное упражнение, обкрадывая сами себя. Речь пойдет о негативной фазе выполнения упражнения. То есть, если возьмем жир лежа, когда вы опускаете вес на себя, это и есть негативная фаза. Позитивная, когда вы отжимаете. Что происходит? В основном все концентрируются только на позитивной фазе. Забывая о негативах, получается, что мы с вами стараемся выжать как можно мощнее, как можно больше вес, совершенно не заботясь и не задумываясь о том, как мы его опускаем. А я не раз уже говорил, и это не я придумал, это говорит спортивная наука, что для мышц в плане роста и силы гораздо важнее негативная фаза тренинга. Кстати, существуют даже такие специальные тренировки, когда вам позитивную фазу помогают преодолеть партнеры, а вы работаете чисто в негативах, подконтрольно опуская вес медленно. Что происходит по факту в тренажерных залах? Вы приходите, берете штангу, опускаете ее не силой мышц, а за счет силы тяжести, за счет гравитации, если хотите. Но это неправильно. Мы должны опускать вес мышцами точно так же, как мы мышцами его поднимаем. Вдумайтесь в это. Когда вы поднимаете вес, вы подконтрольно концентрируетесь на этом и работаете мышцами. А вот представьте сейчас, что не существует ни силы тяжести, ничего. И вам нужно точно так же привести штангу, работая мышцами, напрягаясь, концентрируясь, ментально сосредотачиваясь. Вот что такое бодибилдинг. Естественно, когда вы делаете силовые тренировки, делать это гораздо сложнее, чем в билдерской. Но в билдерской это как закон. Нам как молитву необходимо концентрироваться на негативной фазе упражнения. Именно поэтому грамотные тренера советуют нам с вами всегда замедлять негативную фазу движения. То есть если вы выжимаете вес на раз-два, то опускать вес нужно на раз-два-три-четыре-пять. Это с большей гарантией даст вам подконтрольное опускание веса именно за счет мышц. Вы хотя бы будете немножечко сопротивляться. Но повторяюсь, хотите увеличить больше чем в 50 процентов результатов своих тренировок, сосредотачивайтесь на негативной фазе движения. Это мощнейший стимул к росту и массы и силы. И гормонов выбрасываться будет больше, потому что центральная нервная система будет больше задействовать нервных окончаний и соответственно будет включаться в работу больше мышечных волокон. А это всегда приводит к чему? К большему выбросу гормонов. Запомнили друзья, хотим получать больше от своих обычных тренировок. Всего-навсего нужно замедлить и сделать негативную фазу движения абсолютно полностью подконтрольной. Работая мышцами, а не за счет силы тяжести. Надеюсь это видео было вам полезно. Пишите, что вы думаете об этом. Если вы это все знали, большой вам респект. И, как всегда, не забывайте поделиться этим видео с друзьями. Все мы должны с вами грамотно тренироваться, потому что мы братья по железному движению. А в следующий раз я вам расскажу, почему не работает спортивное питание и как заставить его работать. Увидимся в тренажерном зале, друзья. Всем силой и сухой мышечной массы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok